День города в студии Оксаны Тебенихина День города в студии Оксаны Тебенихина С первых же часов работы платной парковки число оставленных здесь автомобилей значительно сократилось. Алена Куколева уже научилась обращаться с новым городским девайсом. Отныне бесплатно постоять на этих улицах можно будет только 15 минут. Этого времени, по мнению городской администрации, должно хватить для того, чтобы дойти до паркомата или посадить, либо высадить пассажиров. Час стоянки будет стоить 20 рублей. В настоящее время центральная часть, историческая часть города, она уже не подлежит уширению уличной дорожной сети у нее, потому что она так сложилась, как она сейчас есть. Главная задача, чтобы у нас сократить те пробки, которые есть. Для оплат установили три паркомата. На улице Радищева у здания администрации, на перекрестке улиц Радищевой-Проволыбецкой и у перекрестка улиц Горьковой-Проволыбецкой. Кстати, оплатить парковку наличными не получится. Автомат принимает только банковские карты. В будущем сделают специальное мобильное приложение для оплаты онлайн. Что делать с тем, у кого нет ни карт, ни современного смартфона, пока непонятно. Видимо, парковаться на соседних улицах. Есть прохожий, коллега, который точно так же, как и вы, оплачивает эту парковку. Вы можете ему отдать эти 20 рублей и, собственно, он со своей карты заплатит за вас. Для оплаты парковки необходимо ввести номер транспортного средства и зоны, в которой они находятся. Регистрирует оставленный автор работник администрации. Он фотографирует регистрационный знак и фото сразу заносится в базу, в которой видно, прошла оплата или нет. Для граждан штраф административный составит от 1000 рублей до 3000 рублей. Для должностных лиц от 4000 до 10000 рублей. И на юридических лиц от 10000 до 30000 рублей. Доходы, полученные от эксплуатации платной парковки, пойдут на развитие парковочного комплекса, уплату налогов, зарплату сотрудникам и обслуживание паркоматов. Стоит такой паркомат, кстати, около 800 тысяч рублей. И работает он на солнечных батареях. В пятницу 12 августа в рамках проекта «Фестивальное лето встречи на Почтовой» прошел праздник, посвященный Дню физкультурника. Мероприятие проводилось в поддержку сборной команды России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В целях пропаганды самостоятельных занятий физической культурой и спортом среди широких слоев населения. А поздравили физкультурников, ветеранов и молодых в этот же день в торжественной обстановке в здании администрации города Рязани. Более 80 тренеров, руководителей и работников спортивных учреждений были отмечены наградами и памятными подарками. Для поздравлений перед собравшимися выступил глава города Рязани Владислав Фролов. И в этот знаменательный день для нас, для всех, хочу поздравить вас. От всей души пожелать здоровья, крепкого благополучия вам, вашему семье никогда не следите, чтобы не настало то время, никогда не настало, чтобы нам пришлось следить своей профессией. Поэтому я физкультурник, я об этом всем говорю, я горд своей первой профессией. Глава города отчитался перед гостями о проделанной работе в регионе. Он отметил, что в последние годы развитие спортивной отрасли идет хорошими темпами. Перечень объектов, которые отвечают за качественную подготовку спортсменов, он начал с футбольного стадиона «Спартак». В 2005 году его облагородили, стадион был даже обнесен колючей проволокой, чтобы сохранить его для тренировок в качественном состоянии. Мы постелили первое искусственное поле в 2005 году, затем построился ледовый, затем построился второй ледовый, третий с академией. Сейчас, значит, строительство большой академии борьбы за комплексом этого центра единоборств. То есть губернатор строительства таких объектов поддерживает нашу область. Мы с Олегом Евгеньевичем обязуемся, так сказать, эти объекты содержать в таком правильном состоянии, воспитывать в них с вашей помощью уже чемпионов, которые будут прославлять наш регион. Руководители власти отмечают, что нашей области есть чем гордиться и в части достижений на крупных международных соревнованиях, и в части строительства крупных спортивных объектов. Сегодня каждый третий рязанец регулярно занимается спортом. Это делает Рязань городом спортивным. Ведь недаром и главными лозунгами прошедшего дня физкультурника стали «Рязань – город спортивный» и равняем сценарию от массовых стартов к олимпийским медалям. Рязанские археологи нашли булаву XII века. На местах раскопок археологов рязанцы обнаружили статусную древнерусскую булаву. Предмет находился на глубине 20 сантиметров, так как раньше этот участок земли неоднократно распахивали плугом. По словам археологов, стиль оформления булавы свидетельствует о том, что она принадлежала знатному воину и использовалась как атрибуты власти. Моя коллега Ирина Ковалева уже успела подержать в руках находку. Впервые историко-патриотический праздник «Старая Рязань» прошел на территории древнего городища в прошлом году. Уже тогда его главные организаторы, сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника планировали сделать праздник ежегодным. В прошедшую субботу они свои намерения подтвердили и уже во второй раз пригласили всех желающих познакомиться с историей этого удивительного места, имеющего огромное значение для всех рязанцев. Ведь именно здесь располагалась первая столица Рязанского княжества, уничтоженная в 1237 году войсками хана Батыя. Сейчас на этом месте просто ровное поле, огороженное древними валами. Здесь, конечно, ведутся археологические раскопки уже довольно давно, можно сказать, с 1822 года, с перерывами, конечно. Но, тем не менее, люди должны чаще вспоминать о своей исторической родине, и поэтому надо лишний раз привлечь их внимание. Прохладная дождливая погода празднику не помешала и гостей не отпугнула. Они с удовольствием путешествовали по шатрам, в каждом из которых для них открывались тайны Старой Рязани. Так на одной из станций можно было познакомиться с интереснейшими находками, сделанными участниками Старой Рязанской археологической экспедиции. Среди них бронзовая булава, которую обнаружили буквально накануне праздника, при расчистке фундаментов Спасского собора. Ученые предполагают, что потерять или выбросить ее вряд ли могли, так что, скорее всего, ее утрата связана с событиями 21 декабря 1237 года. Это вещь очень статусная, то есть обычный воин, даже какой-то знатный воин не мог себе позволить такой предмет. Это вещи, которые скорее были не предметами для боя, а скорее это были статусные вещи, которые символизировали власть. Это не просто праздник, а настоящее путешествие во времени, путешествие по Древней Рязани. Здесь мы можем узнать в мельчайших подробностях, как жили наши предки, во что одевались, что ели и даже во что играли. На нашей станции мы рассказываем посетителям, в какие же игры играли средневековые люди и игры, которые пришли к нам из Запада. В частности, это игра в Тавлеи и в Мельницу. Суть игр довольно проста – ценой собственной жизни спасти князя или конунга. Сотрудники музея не только объясняли правила, но и сами соревновались с гостями праздником. Оказалось, что средневековые игры способны завладеть вниманием не только детей, но и взрослых, которые надолго задерживались именно на этой станции. Кроме того, посетителям предлагали с помощью запахов совершить ассоциативные путешествия по Старой Рязани, определить, какие продукты наши предки производили сами, а какие привозились из далеких земель. Ну а те, кого не пугал мелкий дождь, водили хороводы под выступления гусляра Любослава. Вот такое полное погружение в историю первой столицы Рязанского княжества. В августе православный мир традиционно празднует сразу три праздника, называемых в народе спасами – медовый, яблочный и ореховый. В праздновании тесно переплелись народные христианские традиции. В христианской каждый спас – это праздник в честь Спасителя Иисуса Христа. Но в народном сознании это древний праздник земледельческого календаря, приуроченный ко времени созревания зерновых культур, овощей, фруктов и других даров земли. Как празднуют спас в наше время и как его праздновали наши предки, смотрите в следующем сюжете. Медовым спас называют потому, что соты в ульях к середине августа заполнены, и пасечники приступают к сбору меда. Считалось, что если пчельник не заломает соты, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось есть освященный церковью мед именно с этого дня. Мед ели с хлебом или различными блюдами. Хозяйки пекли медовые пряники, блины с маком и медом, пироги, булочки, плюшки с маком. Селяне знали, что мед обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней. 14 августа отмечается также День памяти семи ветхозаветных мучеников Маковеев. Что касается так называемого яблочного спаса, это праздник преображения Господня. Очень важный праздник для всех верующих людей, потому что в этот день Господь преобразился в своей небесной славе, показав таким образом, какой славой может сподобиться человек, если будет жить по заповедям Божьим, и приоткрыв завесу Царства Небесного для своих учеников. После медового спаса уже не купались. Лето клонится к закату, вода цветет, птицы замолкают, пчела не носят сборы, грачи собираются в стаи и готовятся к отлету, а крестьяне готовят гумны, а вины для хлеба – нового урожая, пашни подозимые. Со спаса начинаются проводы лета. Говорят, у спаса всего в запасе – и дождь, и ведра, и серопогодие. Теперь церковь готовится к 19 августа, празднику преображения. Народное название праздника – Великий спас или Яблочный спас. Традиция не вкушать, есть в уставе плоды до преображения, она тоже монастырская, и это некое правило воздержания, опять же, для монахов, которое для мирян не является столь существенным. Традиции складываются, традиции формируются. Самое важное, чтобы человек не делал из этих традиций суеверий, чтобы он не ставил в главу угла освящение, чтобы он не приходил на службу только ради того, чтобы осветить плоды и больше ни для чего, а все-таки видел за этими праздниками образ спасителей. И в самом завершении лета, 29 августа, отмечается православный праздник, совершаемый церковью в честь нерукотворного образа Христа. Его в народе называют Ореховым и вместе с ним провожают лето. В четверг, 11 августа, в соответствии с планом проведения антитеррористических учений, на 2016 год рязанские сотрудники силовых ведомств региона провели учения в микрорайоне Недостоево, у школы номер 70. Они продемонстрировали готовность сотрудников ФСБ к пресечению акта терроризма. Целью учений также является отработка взаимодействия силовых структур, органов региональной власти, других организаций при проведении контртеррористических операций на объектах массового пребывания людей. В 2007 году, 9 лет назад, в Рязанской области возродили международный фестиваль воздухоплавания «Небо России», который в 1990 году был первым в нашей стране. Десятый раз подряд, без перерыва, гостеприимное Рязанское небо принимает лучших спортсменов и любителей полетать на аэростате над поймой Аким. Сегодня стартовал фестиваль «Небо России-2016». Программа фестиваля 2016 года рассчитана на 8 дней и будет разделена на две основные части – спортивную и фиесту. С сегодняшнего дня 22 пилота тепловых аэростата соревнуются за Кубок России по воздухоплавательному спорту. Рязанцы, заявленные в их числе, также разыграют Кубок Рязанской области. В составе тех, кто будет бороться за Кубок России этого года – основной состав сборной России, которая готовится к чемпионату мира 2016. Две участницы женского чемпионата мира 2016, два пилота-участника молодежного мирового первенства. Приехала в полном составе вся сборная нашей страны по воздухоплавательному спорту. наши соревнования принимают как очень важный этап подготовки к чемпионату мира по воздухоплавательному спорту, который в ноябре состоится в Японии. Поэтому уровень подготовки высочайший, такой нормальный мировой уровень. Отметим, что только в Рязани и в Японии, где пройдет очередной чемпионат мира, соревнования на тепловых аэростатах проводятся в этом году с использованием спортивных наблюдателей. С пятницы, 19 августа, воздухоплаватели будут летать в режиме «Фиесты», а полеты будут показательными. В программу фестиваля включена изюминка – вечернее свечение аэростатов, место проведения которого в настоящий момент согласовывается. В этом году в честь фестиваля Почта России выпустила дизайнерские открытки-сувениры со стилизованным изображением почтового ящика. Первая такая почтовая карточка с фестиваля «Небо России» отправилась в адрес российской антарктической станции Беринсгаузен, расположенной на самом северном острове Антарктиды Ватерлоу. Половину тиража почтовых карточек у ФПС Рязанской области передает для организаторов и участников фестиваля. Остальные разойдутся по коллекционерам. Опускайте. Вот так, да? Как все делаются. Один из пилотов Сергей Латыпов презентовал уникальный кубок, который достанется победителю спортивных соревнований. Я сделал этот кубок, он красивый, мне нравится летать, понравилась форма. И в свободное время от раздыха я занимаюсь в столярной мастерской и работаю с деревом. Поэтому этот кубок из дерева сделан порезанным лазом, дальше обработан, покрыт маслом. Прибыл на фестиваль и Иван Миняйло, который установил рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате. 32 часа 12 минут 47 секунд. Его Иван установил вместе с путешественником Федором Конюховым. Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества возвращается морским путем на яхте вокруг южной оконечности архипелага в поселок Лангир. Руководитель экспедиции Михаил Георгиевич Малахов во время сеанса связи с Рязанью рассказал о ходе научного круиза. Экспедиция проходит успешно. Участники полностью обследовали сигналы, которые ставились шведскими учеными в конце 19 века. Сейчас рязанские полярники находятся около северной части российской зоны ответственности за тогдашний проект измерения кривизны земли. В результате экспедиции, благодаря слаженным действиям всех участников команды посетить и обследовать все точки удалось. Местность, которую мы проходим, мне напоминает открытую очень хорошо знакомую книгу. Вот справа гора Херкла, слева Форзиус, а там вдали гора Свиншейфа. А вот сейчас мы проходим ледник Василиев. Прибытие рязанцев в столицу Шпицбергена намечено на 18 августа. Оттуда они вылетят в Россию. На этом мы завершаем наш выпуск. День города прощается со зрителями до завтра. Ну а мы желаем вам приятного продолжения вечера. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова